Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня 31 июля. Это студия «Квант». Меня зовут Максим. И мы начинаем прямой эфир с главой городского округа Зарайск Виктором Анатольевичем Петрущенко. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, глубоко уважаемые наши телезрители. Виктор Анатольевич, давно мы с вами не собирались в этой студии. Очень рад вас видеть. Думаю, вам есть чем поделиться, что рассказать нашим телезрителям. А телезрителям, в свою очередь, тоже есть, что у вас спросить. Напоминаю, что звонки принимаются сегодня по номеру 8 800 101 52 31. 8 800 101 52 31. Ну что, начнем. Знаете, Виктор Анатольевич, то, что лето уже потихонечку заканчивается. И есть такая поговорка «Готовь сани летом». Это я к тому, что следующий вопрос будет про отопительный сезон. Тепло в домах – это тема, которая звучала в наших эфирах постоянно. Вот расскажите, как проходит подготовка к зиме и что уже удалось сделать, а что осталось? Ну, в этот раз подготовка, скажем, проходит, наверное, не совсем стандартно, как это было в предыдущие годы. Почему так? Потому что в этом году мы, наверное, делаем у 2, может быть, и в 3 раза больше, чем это было сделано в предыдущем годе и еще в предыдущих годах. Почему? Потому что появилось больше возможностей, появилось больше проблем, и это все вместе совокупно как раз и дает, и ставит нам те задачи, что нужно делать больше в объемах и, скажем, сложнее в участке, те, которые были ранее. Если конкретно, давайте тогда начнем с того, что мы, наверное, впервые поставили перед собой задачу, что ни одно учреждение, ни один дом без промывки системы отопления не будет допущен к отопительному сезону. Были закуплены компрессоры, были оборудованы машины, были дополнительно разыграны контракты управления образованием, комитетом по культуре и спорту, именно для того, чтобы промыть и опрессовать систему. И, конечно же, и опрессовка, и промывка, она дала свои результаты. Мы, во-первых, увидели те изъяны, которые были. Вы можете спросить, а почему не делалось это раньше, почему не делалось эти предыдущие годы, потому что, скажем, не было материальной возможности это сделать. В этом году мы попытались сделать все для того, чтобы эту проблему решить. Конечно же, до конца она еще не решена, но у нас еще есть время. Не решена в том плане, что после, скажем, опрессовки появились те вопросы, те проблемы, где действительно система у нас не выдержала. И мы понимаем, что до конца года нужно будет решить этот, не до конца года, до начала отопительного сезона нужно будет решить этот вопрос. Такая проблема у нас глобальная сегодня есть, ну, скажем, не то, что глобальная, а, наверное, одна из основных. Это как раз вторая наша гимназия, где после опрессовки, то есть дали давление для того, чтобы испытать систему, выдержит она зимой или не выдержит. Там у нас появились те проблемные места, где нужно менять отопление. И, похоже, что нам придется его менять во всем здании. Это здание довольно-таки немаленькое, это здание в четырех этажах, то есть объем работы большой. Задача довольно-таки серьезная, потому что у нас, мы знаем, с первого сентября начинается уже учебный год. И, скажем, сегодня еще комиссионно выходили вместе с министерством, который нам приезжал, представители, для того, чтобы принять правильное решение, что нужно сделать, чтобы и тепло было, и дети начали, как положено, свой учебный год. Это у нас одно из самых больших учебных заведений, там более 900 учеников, которые находятся в этом помещении. Так что задача как бы есть, проблема есть, но ничего не решаемого нет, если мы все вместе совокупно примемся решать эту проблему. Ну и, конечно же, я не буду говорить про те проблемы, которые есть ежедневно решаемые. Это замена и задвижек, и замена стояков в домах, и где-то замена самих батарей после промывки и так далее. Но это, скажем, работа рутинная. Я хочу сказать, что тоже никогда мы столько не меняли задвижек, столько не закупали оборудование внутри домового. Это то, что касается, чтобы вовремя перекрыть кран, что если где-то что-то произошло с одним стояком, то не перекрывать весь дом, а перекрывать как раз по зонам, по квартирную. Это один вопрос. Ну и, конечно же, у нас большие вопросы, которые у нас есть в МУПе. Это касается теплотрасс и то, что касается котель. Здесь проблемы у нас есть, потому что мы всего лишь заменили 16 котель из 25. То есть у нас еще есть те котельные, над которыми нужно работать. И мы сегодня уже приступили к работе. И, конечно же, сами теплотрассы, те, которые у нас там 60-70 года, где они были сданы в эксплуатацию и запущены в эксплуатацию. Ну а если брать, скажем, поподробнее, то вы знаете, что мы прошлый год в Беспятовской котельной, уже не один раз говорили, это по улице Советской, заменили один котел, и все равно нас это не спасло, потому что все дома, которые присоединены к этой котельной, у нас были проблемы этой зимой. А именно, эти проблемы заключались в том, что во многих квартирах температура опускалась до 17-16 градусов. То, что сегодня недопустимо. Да, потому что мы знаем, что жители сегодня платят за услуги, мупу, и температура должна быть 19 плюс там 19 воды в обычной комнате, 21 в угловой комнате. И вот этот промежуток, это было на протяжении, наверное, двух-трех недель, когда стояли сильные морозы. Мы все, что могли, делали. Не было, скажем, каких-то вопросов где-то в чем-то экономить. Стоял вопрос один, что по максимуму дать температуру. При этом мы понимали, что если мы сейчас дадим еще давление, давление в систему, и у нас, не дай бог, система не выдержит, то если мы не успеем ликвидировать, скажем, эту аварию, то через 4 часа нам придется сливать систему со всех домов. Это огромнейшая работа. Да, чтобы слить систему, потом, чтобы запустить котел, чтобы ее опять заполнить, то, наверное, мы бы получили такой резонанс, как был в этом году в Подольске, мы знаем, да, то, что происходило. Только единственное, что когда ты воду сливаешь, то ты не размораживаешь систему, а там и воду не успели слить, и была размороженная система. То есть это довольно-таки чаровато и довольно-таки страшно. И, скажем, давая на одну атмосферу давления, это уже за собой влекет очередной риск. Почему и в этом году мы и начали опрессовывать и дома, и детские сады, и ясли, для того, чтобы быть уверенным, что если мы дадим 6 атмосфер давления там или более, то система у нас испытана. Да, и мы понимаем, что она выдержит зимой. Да, могут быть какие-то... Фост-мажорные обстоятельства. Да, но это уже, скажем, точечные, локальные какие-то, но... Но глобально уже работают. Да, да. И то, что у нас сегодня, скажем, произошло во второй гимназии, это хорошо, что это произошло. Сейчас. И что это произошло летом, что у нас еще есть время с этим побороться. Хоть некоторые и говорили, что, Виктор Анатольевич, давайте не будем, потому что сейчас система не выдержит. Пятый, десятый... Ну, а если не выдержит, это зимой. Будет в два раза. Значит, сделали все правильно. Теперь давайте по самим котельным. Если мы начали пробовать Пятовскую котельную, в прошлый год мы заменили котел один. Это, конечно же, нам сильно помогло, но мы не смогли до конца решить эту проблему. И мы понимаем, что в этом году нам нужно менять еще один котел. Котел, который более мощный, чем мы меняли в прошлом году. Это на 20 гигакалорий. Это довольно-таки большой котел. Сегодня ведутся работы. Сегодня все завезено, все материалы по котлу. Котел уже на месте. Сейчас идет его монтаж. А потом начнется уже сама, скажем, обмуровать его. То есть уже кирпичом и так далее. Ну, по крайней мере, это все есть и не видим рисков. Также на этой котельной мы меняем три бойлера. Бойлер – это, может быть, у наших жителей есть, думаю, что то, что висит на стенке и греет воду. Нет. Это совершенно другая схема и другая система. То есть мы понимаем, что без них тоже не будет того результата, который мы хотим. А хотим мы одно – мы хотим, чтобы жители не столкнулись с той проблемой, с которой они столкнулись в этом сезоне отопительном. То есть они не должны чувствовать, что на улице мороз, а у них 17 градусов. У них должно быть 21 и выше. Хотел бы вам, знаете, что сказать? Хотел бы сказать то, что мы сегодня понимаем, что и этих три бойлера, и прошлогодний котел, и котел, который мы, скажем, за 22 миллиона монтируем сегодня, что он нам нужен всего лишь на один сезон. Это все в Беспятской котельной получается? А если, вот как вы говорите, то, что в следующем году будет строиться новая котельная, то насколько вообще целесообразно сейчас такие дорогостоящие ставить котлы, ставить котел такой дорогостоящий, столько затрат делать? Ну, это я уже вам говорил, еще раз повторюсь. Если мы не поставим этот котел, и если температура будет такая же, как это была в прошлом сезоне, то мы столкнемся опять с тем же. А может быть, еще и хуже. Потому что мимо того, что мы не сможем дать тепло, мы еще и не уверены, что этот котел вообще выдержит и вообще не станет зимой. То есть, если он не рванет. Простыми народными словами. И для этого, чтобы избежать всех этих рисков и неудобств, мы пошли на то, что мы, то я имею в виду команда губернатора, потому что вот этот котел, который основной за 22 миллиона, это практически все денежные средства, которые нам выделил губернатор, для того, чтобы миновать вот эти риски. А уже вот если брать бойлеры, которые мы устанавливаем, это уже МУП покупал за собственные средства. И также МУП купил впервые за долгое время этот котел новый. У нас есть котельная, так называемая улица Металлистов. И вот там тоже уже произведен монтаж котла. Там еще 2-3 дня назад оставалась его обвязка. То есть, это уже не долгая работа. Там тоже никаких рисков нет. Так что жители, которые дома к котельной Металлисту привязаны, тоже уже получат в этом году другое качество. И по теплу, и по гарантии, и по надежности. Так что действительно, то, что на Беспятого, это все разовое и на один год. Виктор Анатольевич, а вот по поводу Металлистов. Вы сказали, что МУП купил котел. Мы знаем, какая там непростая ситуация финансовая в МУПе. Вот как удается, несмотря на сложности, изыскать возможности обновления, покупок вот таких дорогостоящих? Вы знаете, мимо того, что МУП позволяет себе в этом году что-то покупать, а это именно и котел, и бойлеры, это то, что, скажем, такое крупное, массивное, можно, скажем, его потрогать и увидеть. Но у МУПа еще есть много других вопросов, которых нужно покупать. И МУПа это все очистные, у МУПа это все водонапорные башни, у МУПа это все, скажем, трубы, по которым идет холодная вода, по которым идет горячая вода, по которым идет отопление. И все это нужно к зиме подготовить. То есть это большие затраты и денежные, и, конечно же, физические. Потому что объем работы довольно-таки большой. Почему впервые? Потому что за последних 5 лет работы, 6 уже лет работы моей, мы 5 лет жили с арестованными счетами. То есть МУП не мог позволить себе покупать то, что он хочет, потому что у него не было возможности. У него были счета арестованы. С чем это было связано? А счета были арестованы налоговой инспекцией за неуплату налогов. И то же самое были наложены аресты и газовщиками. То есть и Межрегионгазом, и Мособлгазом. Только у них не аресты на счета были, а они приезжали и пломбировали котельные и не давали газ. То есть эта проблема была довольно-таки серьезная. Хочу сказать, что на сегодняшний день при задолженности наших жителей, а это задолженность около 300 миллионов рублей, МУП смог вылезти из этой, скажем, ямы. Вы помните, мы помним, что еще у нас вопрос в апреле месяце стоял о концессии, что наш МУП, так как он не платежеспособный, так как он не способен сам управлять собой, управлять всем тем, что у него есть, то мы должны были перейти под метические теплосети. Тут уже и руководство было метических теплосетей, и они практически уже с декабря месяца руководили и готовили МУП как раз к тому, чтобы передать его в концессию. Но мы до последнего как бы не сдавались именно тем, что мы уже 2-3 года работаем всей командой для того, чтобы попасть на модернизацию котельных и попасть на то, чтобы модернизировать, ну, скажем, сделать капитальный ремонт всех теплотрасс, которые у нас есть в нашем округе и которые приносят нам сегодня большие убытки. Ну, давайте так. Могу примерно сказать, почему. Мы с вами часто являемся свидетелями, когда едем по улице и видим при температуре там минус 5, минус 7, у нас открытые окна. И жители звонят и говорят, что почему вы так сильно топите, вам девать некуда денег, почему вы израсходуете газ, потому что у нас в квартирах жарко. Или же начинается наоборот, что вы бессовестные, мы вам платим за горячую воду, которая должна там быть 58-60 градусов, а у нас из экрана там текет 52-53. То есть не можем сделать так, чтобы было и то хорошо, и то хорошо. Мы не можем это сделать технически просто, потому что у нас открытый водоразбор. И если мы делаем, что в кране вода 60 градусов, тогда открытые окна, и у квартиры жарко, потому что и батареи тоже будут 60 градусов. Если же мы действительно начинаем экономить газ, и, скажем, батареи у нас не 60 градусов, а 50 градусов, то из крана вода у нас начинается то же самое. То есть и вот эта дилемма у нас всегда была. Или сэкономить деньги, или получать, скажем, от наших жителей, что почему вы такие бессовестные и не даете нам горячую воду. Вот эту золотую серединку нам приходилось искать. Я думаю, что и в эту зиму мы еще будем тоже искать эту золотую серединку. Почему в эту зиму? Потому что когда мы все-таки смогли попасть в эту программу по модернизации теплотрасс и котель, то и отпал вопрос по поводу концессии. Что такое концессия? Концессия то подозревает, что заходит какая-то компания и начинает вкладывать денежные средства свои в модернизацию. А потом в течение 10-15 лет, в зависимости от того, сколько денег вложили, они начинают отбирать у нас эти денежные средства. То есть это как бы имущество наше, но они пользуются им и при этом они еще на этом зарабатывают денежные средства. Я не буду говорить, что было бы, если был бы конституционер, с чем бы мы столкнулись, мы это в первую очередь наши жители. Нам как администрации даже было бы проще, потому что с меня прост спрос, есть конституционер, есть коммерческая структура, вот их как бы и спрашивайте. Я же понимаю, что когда жители будут звонить и говорить, что почему у нас в квартире 19 градусов, я не смогу людям сказать, что этот вопрос не ко мне, что это вопрос, идите вот к ним и их спрашивайте, потому что все равно эта ответственность на территории остается за главой. И теперь могу сказать, что когда мы попали в программу, то еще раз пришлось ехать в правительство, еще раз разговаривать с теми людьми, которые за это отвечают, и доказывать людям, что мы сможем сами без концессии выйти с этого положения. На сегодняшний день нам это удается, сегодня у нас нет задолженности, у нас это УМУПа, задолженности по налогам, и у нас разблокированы счета. То есть мы сегодня можем себе позволить, хочу я купить задвижку, значит куплю задвижку, хочу купить бензин, значит куплю бензин. То, что мы не могли себе позволить это раньше. И если бы это было в прошлый год, то бы никаких бойлеров, никакого котла мы бы не купили. Откуда денежные средства? Смотрите, если брать еще там чуть-чуть недалеко, тех две котельных, которые работали на мазуте, которые мы поставили блочные и поставили на газу, это конкретно Новоселки и Козловка, плюс там еще был отбор горячей воды, то есть с батарей, то есть хищение, да, бесплатно. Мы сегодня там заменили и котельные, и провели людям горячую воду. И вот каждая из этих котель, она нам примерно по году, по году дает около 7 миллионов рублей экономии. Дальше у нас еще три населенных пункта были, где дали людям горячую воду. То есть там тоже прекратилось отбор горячей воды из системы, да, и это тоже экономия. И плюс мы там переложили все теплотрассы, где показалось, что это тоже экономия. И мы по этим вот еще трем, еще примерно 5 миллионов рублей имеем экономию с одной котельной. Ну, а всех котельных мы их поменяли 16. 16 котельных. То есть у нас появилось израсходование и воды, и газа меньше. То есть, ну, много еще тех вопросов, где заменили насосы глубинные, которые качают воду, а тут, скажем, у нас очень много забирает электричество. И если сегодня наши жители думают, что открыл кран вода бесплатно, потому что мы ее берем и не покупаем воду. Да, воду мы не покупаем. Но для того, чтобы поднять эту воду, поднять ее, доставить ее до крана, а в те, у кого еще есть канализация, то еще и обратно через очистные пропустить. Это огромное количество труб, это огромное количество насосов и, конечно же, огромное количество электроэнергии, ту, которую мы сегодня тратим на это все. Ну, если брать в будущем, то хотел бы сказать, что смотрите, что нас ждет уже в этом году, ну и, конечно же, в следующем году. Вот, спасибо правительству. Мы, когда попали в эту программу, мы сегодня уже точно, точно знаем, что у нас будет строительство котельной, беспятловской, которой мы сегодня ставим котел и модернизируем. В следующем году мы будем строить новую котельную. Да, сегодня все это уже на торгах. Мимо этого 32 объекта – это 32 теплотрассы, которые мы будем менять полностью. То есть как раз будем делать уже, что теплотрассы на горячую воду – это отдельная теплотрасса, теплотрасса на отопление – это уже другая теплотрасса. И теперь мы уже не будем думать или батареи горячие, или вода горячая. Это уже будет две разных системы, которые нам позволят, чтобы было и то хорошо, и то хорошо. И если брать, то у нас сюда попадает из них это примерно 30 километров теплотрасс на селе и 32 километра теплотрасс – это те, которые будут переложены в городе. Но если брать, то, скажем, от нас и до Рязани в четырехтрубчатом исполнении это, скажем, сразу и тепло, и вода отдельными теплотрассами. Мы больше, чем уверены, что это нам даст, скажем, хорошую экономию. Потому что те потери, которые сегодня есть, и мы сегодня видим, что все эти трубы, которые у нас есть, они идут снаружи, мы греем улицу, то все, что будет делаться дальше, это будет уже труба в хорошей изоляции. Она будет под землей, эта труба, где мы… Потери, конечно, будут, но они, может быть, не так, как сегодня, то есть там 30-35 процентов, может быть, будет 2-3 процента потерь от этого не обойтись, но это уже даст хорошую экономию. А вот, Виктор Анатольевич, сколько лет не менялись теплотрассы в Зарайске? Да, с тех времен, как их строили, да, ну, если брать, это 60-е, конец 60-х годов, начало 60-х, и, конечно же, 70-е годы. Они латались, то есть где-то кусочек заменили, где-то, может быть, больше заменили, но в основном… То есть так масштабно? То есть можно ли сказать, что если сейчас заменить теплотрассы, то это какая-то целая революция в сфере ЖКХ в нашем городском округе? Я могу сказать, что если мы заменим теплотрассы, если мы построим 2 новых котельных, это на беспрятую, у нас же также еще сейчас мы публикуемся, заходим на торги, еще по 8 объектам, которые 7 теплотрассы, и 1 объект, это строительство, еще одной основной котельной, которой запитан весь практически второй микрорайон, это так называемая котельная Урицко, которая у нас при выезде из города в сторону Рязани, с левой стороны, это тоже будет новая котельная. Две самых больших котельни, которые у нас есть во всем округе, они будут построены новые. К Урицкому приступаем следующий год, а Беспиатовскому мы практически будем должны уже ее построить и сдать к отопительному сезону. Это мимо теплотрассы. Ну и ваш вопрос отвечаю, что все эти теплотрассы, я вам сказал, это, ну скажем, берем 70-й год. Сколько лет прошло? Ну, 50. Четыре. Ну да, 54 года. Да. Даже если это будет не 54, хоть материалы сегодня не хуже, а, наверное, лучше, то можем сказать, что ближайших 30 лет в городе проблем у ЖКХ не должно быть, потому что все, что есть, это делается не на один год, а на много вперед. Так что никакая концессия или еще чего-то плохого наш город в плане ЖКХ уже не ждет. Спасибо большое, Виктор Анатольевич, за такой полный ответ. Пожелаем вам удачи в этом направлении. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы всегда принимаем звонки в студию, номер, по которому вы можете задать свой вопрос сейчас на ваших экранах это 8 800 101 52 31. И вот у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Виктор Анатольевич, я желаю вас беспокоить Макеева, оброшен Наталья Павловна. Проживаемая улица Центральная, дом 1. У нас полностью второй этаж плывет, начиная с весны и до самой осени. Крыша у нас вся худая. Наталья Павловна, добрый вечер. Добрый. А плывет в подъезде, плывет в квартире, плывет во всем доме. Во всем доме второй этаж и подъезды и квартиры. Все у нас заливает, начиная с кухни, коридора, подъезда и спальни и зала. Так, что говорят наши... У нас планировали ремонт, сделать капремонт, там отмозка, вот эти вот мы цветочки сдаем, там, говорят, отмозка и капитальный ремонт 24-25 год. Но это нереально, мы по зиме Любовь Алексеевна расчищала площадку, чтобы завозить стройматериалы. Уже сейчас лето кончается, до сих пор мы ничего не видим. Так, дайте я посмотрю. Ульт-центральный дом, это дом 1. Там на этот год, на следующий год у вас стоит кровля. Давайте я боюсь, сейчас я не могу прямо в лед знать каждый дом и каждый подъезд, каждый подъезд. вопрос, если, а вам что обещали вообще на этот год? Нам обещали, написано на листочке, что, мол, отмозка, а кровлю с декабря месяца расчищали площадку, стройматериал завозить и до сих пор нету. Ну, извините, мы не можем год терпеть из-за того, что у нас вся квартира, тазы, бедра и ванны стоят маленькие. Так, я здесь не один в студии, мне есть помощники, мне помощники вот подтверждают, что в этом году у вас будет сделана кровля. Ну вот, вы нам скажите не то, что мы хотели к вам записаться, уже запись кончилась, у нас не то, что, это, Виктор Анатольевич, мы бы не то, что, у нас приезжают, у нас из нашего дома два мобилизована, Тимохин, это, Алёша и Куликовский Вячеслав, это мама его, Куликовского славя, обращается к вам. Не то, что мы не можем ни гостей не пригласить, ни друзей, как сказать, чтобы вот они приехали с фронта, чтобы просто чай с кофе им попить. Нам даже страшно заходить в квартиру. Наталья Павловна, мы ваш дом возьмем под особый контроль, но мне помощники говорят, что в этом году в планах сделать кровлю этого дома. А когда? Вот кто, какие помощники? У нас, скажем, Поветкин приходил к нашему дому, Андрей Тимохин обращался, он сказал, потечет крыша, поменяем один шифер, два шифера. Нам это не нужно, чтобы поменять один-два шифера. Вы понимаете? Это нереально. И у нас еще к подъезду от столба идут к дому провода, ветки замыкаются, какой-то ветер или что-то, они перемыкаются. Это алюминиевые провода. Искры летят в разные стороны. У нас то холодильник перегорел, то стиральная машинка перегорела. Это тоже нереально. Наталья Павловна, скажите, а у вас дом в сколько этажей? Два этажа у нас, 16 квартир. А какого года дом не помните? Не знаете, какого года дом? 65-го или 66-го года. Он ни разу кровли не менялся. Мы просто-напросто возьмем бумажки, напишем плакаты и придем к вашему зданию и будем требовать, спросить, требовать. как там было не то, что говорю. Или просто за квартиру откажемся платить. Наталья Павловна, скажите, пожалуйста, а если бы вам предложили новые квартиры и переехать с этого дома в другой дом, как бы вы на это среагировали? Да мы выросли в этих домах. Я сама местная. Это дом у меня в Давыдове сгорел. Но мы местные. Не то, что мы уже как сказать, привыкли к этим людям. Нас сколько лет мы прожили? По 60 с лишним лет здесь, в этом доме. Я почему вас спросил? Я не просто так спросил. Сейчас губернатор взял на себя скажем такие большие обязательства, большие обязательства и все вот эти дома, которые в два этажа, не больше двух этажей, которые были построены до 75 года, там, где еще есть, наверное, вас это не касается удобства на улице, где нету централизованной канализации, отопления, то признавать их аварийными и скажем людей эти квартиры или же выкупать, то есть давать вам деньги, средства, чтобы вы могли купить себе там, где вы хотите квартиру, или же строить новое жилье, то, что мы в этом году, у нас таких домов на сегодняшний день 35 домов, которых уже сегодня 30 квартир мы дали сертификаты, для того, чтобы люди, это дома, которые были признаны аварийными после 17 года, по 23 год, и сейчас мы как раз заходим на строительство нового дома, который должен уже быть, строиться в этом году документация, после Нового года, там, где уже будут, скажем, на площадке эскаваторы, для того, чтобы переселить с этих аварийных домов людей, и сейчас как раз собираются, формируются списки тех домов, тех домов, которые мы, мы можем вызвать комиссию, это не значит, что ваш дом еще попадет, если ваш дом 60-го года строения, то мы знаем, что там плохие фундаменты, потому что, как правило, это был бут, который рано или поздно, он, может быть, ваш дом еще простоит 10-15 лет, ну, а дальше его все равно придется сносить, или же вкладывать в его ремонт столько денежных средств, что легче построить новый, и самое главное, что как бы мы вот такие дома не ремонтировали, не ремонтировали, это как старая машина, ремонтируешь одно, вылазит другое, ремонтируешь другое, вылазит третье, то же самое и с такими домами, так что, если у вас, да, Виктор Анатольевич, давайте вот так вот, вот, сейчас я с вами поговорила, пусть приедет как по ветке, или там кто, или вы, вы соберетесь около нашего дома, определимся, какой день, вот, потому что у нас многие муниципальные жилье есть, и есть, ну, как собственники, вот, например, мое жилье муниципальное, мне, как сказать, квартира, как сказать, лишь бы только отремонтировать, а если уж, она муниципальное жилье, если уж предлагают там переселение куда-то, я уйду, да, выйду, но я за эту квартиру, она муниципальная, я ничего не получу. Не-не-не-не-не-не, смотрите, вот, те квартиры, неважно, муниципальная у вас квартира, или по соцнайму у вас квартира, вот, если она у вас была бы по соцнайму, по соцнайму, то мы имеем право вам только предложить жилье в новом доме, а так, если как у вас квартира приватизированная, вот сколько у вас квадратных... Не-не-не, у меня по соцнайму, я, не то, чтобы не приватизировали из-за того, что сын на фронте, и он приезжает на эти 15 дней, ему нужно отдохнуть, и я уже просто его не заморачиваю, как сказать, пусть человек приехал, просто-напросто отдыхает. Потому что сегодня цена довольно-таки хорошая, сегодня там цена в пределах 130 тысяч рублей за квадратный метр. А у меня 46,8. Ну вот, умножить на 130, это будет под 6 миллионов. Это то, что вы у Макеева себе можете в любом доме позволить купить квартиру, еще и мебель новую купить. Мебель у меня новая есть. Вот, ладно, давайте так... Давайте так, давайте мы сделаем, знаете, как с вами, договоримся. Я все равно буду в ближайшее время вражного, и может быть, действительно, вечером мы... Там же у вас и соседний дом такой же, как у вас. Ну, и соседний дом, и не то, что Елена Смирнова тоже, третий дом такой же. у вас там целый куст вот этих двухэтажных и в одного время постройки. Может быть, мы тогда и действительно соберем все эти три дома. Ну... Да, соберем, давайте, собрание какое-то, и действительно... Ну, если вы обещаете нам крышу поменять, мы только-только будем рады. Заранее, прямо благодарю. Ну, вы давайте определитесь, какой день, и вот нам тогда это позволите, или даже Диме Филиппову скажете, он бабушке скажет, бабушку уже всех оповестить надо. Наталья Павловна, спасибо большое. Хорошо договорились. Спасибо большое, всего доброго, я уверен, с вами свяжутся обязательно. Вот Наталья Павловна затронула вопрос капитальных ремонтов и всего прочего, давайте об этом и поговорим. Виктор Анатольевич, в этом году, пожалуй, как никогда идут масштабные работы по капитальному ремонту, многоквартирных домов, это фасады, кровли, система газа и электроснабжения. Расскажите, пожалуйста, как движутся эти работы? Ну, в этом году мы действительно, если в прошлом году у нас, по-моему, было 4 дома или 3 дома, которые попали под фонд капитального ремонта, то в этом году 43 дома. Давайте теперь если брать по-конкретней, 11 домов это кровли, из них плюс 15 домов это кровли и фасады, и в пределах там еще есть дома, где меняем наружные и внутренние газоснабжения, то есть газовые трубы, и меняем электрику. Теперь давайте мы с вами чуть-чуть подробнее к этой теме коснемся. Вы, наверное, видели, мы говорим про тех 15 домов, потому что 11 домов кровли, это понятно. Кровля, это где капитальный ремонт, это не ремонтируем, это не заменили там один лист шифра или же один квадратный метр, там, или два квадратных метра мягкой кровли. Это где полностью делается капитальный ремонт, то есть полностью делается новая кровля, где стяжка, где с утеплением, с дымоходом, с вытяжками, если кровля, это не мягкая. Ну и, конечно же, 15 домов, которые у нас попали кровля и фасад. Мы сегодня все проезжаем по улице металлистов, мы проезжаем по улице Октябрьской, по улице Ленинской, на Ленинской только приступили, то есть мы видим, что начали снимать старую кровлю, но если мы сами поедем по Октябрьской и по металлистов, то мы увидим совершенно другие дома. И как раз там сегодня есть очень хороший контраст, потому что что мы видим тот дом, к которому еще не приступали, и видим тот дом, который уже готовый. Это разные два дома. То есть это, значит, утепление кровли, это ремонт вытяжок, это фронтоны, это подшивка снизу, это полностью замена кровли, полностью замена кровли, это полностью штукатурка и покраска, это отмостки, это входные группы и козырьки над входными группами. Это и есть вот это, то, что будет сделано в 15 домах. Сегодня 4 дома зданы полностью, в остальных домах очень большая готовность, некоторые дома, к которым только-только приступают. Но мы с вами пересечение Ленинской улицы Октябрьской 4 дома, 2, которые попали на этот год и 2, которые будут, если погода позволит, может быть в этом году еще, а 2, которые сразу в апреле месяце. Это на председании. Сегодня на 25 дом по улице Октябрьской. Короче, вот этот куст мы с вами увидим сегодня практически новый, красивый, микрорайон, это примерно даже, наверное, еще лучше, чем это было по улице Держинского, который мы делали там 2 года назад. Это большая работа, это большие денежные средства, но это сегодня ведется и это будет сделано. Но вот вы сказали, что вопрос от Судорожа успеет ли это все до морозов или до дождей. успеют. 43 дома это нет, мы говорим, что вот про эти 15, которые попадают под покраску, под штукатурку, потому что я вам скажу, смотрите, кровля это даже сегодня не так сильно влияет на эту погоду. при работе с кровлей это самое главное, мы говорим про кровлю, которая не мягкая, а которая или металл, ну шифры сегодня уже не делаем, где есть металл, то там самое главное не плюс или минус, а самое главное это дожди. Влажные, да, дожди. Если сегодня правильно подходить и если правильно снимать старую кровлю, и сразу там идет или геотекстиль или еще что-то, то при правильном подходе людей не затопим. Погода здесь не имеет никакого отношения, потому что затопить дом, мы сейчас едем, летом льют ливни, идут дожди, ну по крайней мере ничего не затопили, так что на кровлю это не касается. А вот то, что касается фасадов, именно вот этих 15 домов, которые попадают под штукатурку, под покраску, то мы точно знаем, что ни мы, ни контроль, который сегодня есть на каждом доме от фонда, температура, я боюсь сказать, там 5 градусов, не ниж нуля, плюс 0, уже работы будут прекращены. то есть мы понимаем, что эта температура, она у нас еще нам погодные условия, если брать по всем предыдущим годам, то сентябрь месяц нам дадут еще работать. И у нас нету сомнений, что до этого времени мы эти дома завершим. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер в студии, добрый вечер Виктор Анатольевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вас успокоюсь из Макеева, улица Центральный дом 3, меня зовут Елена. У нас дом стоит без фундамента, фундамент весь развалился. Я куда только не обращалась. По Велькину, Корловы, все меня, извините за выражение, спинают. И у нас еще дом скрученный болтами. Так, как у вас по отчеству, Елена? Ивановна. Так, Елена Ивановна, а вы скажите, какой адрес еще раз? Ульца Центральная Макеева, дом 3. Это двухэтажный дом? Да, 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 да. Это как раз мы сейчас разговаривали с вашей соседкой-то. Да, в прошлом году нам ремонт сделали в подъезде, а в этом году обещали сделать вот этот цоколь. Хорошо, Елена Ивановна, давайте мы как раз и собираемся к вам выехать. На следующей неделе, наверное, мы сделаем выезд со специалистами к вам и на месте все обсудим. хорошо, только в какой день, чтобы я, допустим, не на работе была дома? Мы обязательно вас предупредим. Елена Ивановна, спасибо большое, с вами обязательно свяжутся. Всего доброго, спасибо за звонок. Виктор Анатольевич, продолжаем наш прямой эфир. Такая тема, наверное, актуальна не только для Зарайска, но и для, наверное, всей нашей страны. Это ремонт дорог. Вот скажите, пожалуйста, все ли намеченные участки, которые входят в план, получилось отремонтировать в этом году? Можно уточнить? Можно. Вы про ремонт или про капитальный ремонт? Я спрошу, давайте, наверное, про капитальный ремонт сначала. Да, потому что ремонт, это как раз когда снимаем старый асфальт и укладываем новый асфальт. Я чувствую, что вы мне хотите спросить про строительство новых дорог. Это называется капитальный ремонт. Да, в этом году у нас объем больше, чем был в прошлом году. Незначительно, но больше. И скажем, в этом году, если в прошлом году мы два населенных пункта делали, то в этом году у нас их получается пять, даже пять с половиной. Почему пять с половиной, сейчас расскажу. Значит, смотрите, у нас первый участок и первая дорога это деревня Овечкино. Вчера мы завершили укладку первого слоя, то есть там есть и труба, и мост, труба, которая переливная, она довольно-таки немаленькая, в овраге большая, то есть ее старенькую, там, которой практически не было, азобетонную, заменили на хорошую трубу, и, конечно же, сегодня там еще много разветвлений, там еще есть пять разветвлений в самой деревне, то есть все эти разветвления тоже в асфальте, межразведем на экране, это как раз и есть деревня Овечкино, первый слой уложили, теперь мы к второму слою пока не приступаем, почему не приступаем, потому что теперь должна приехать комиссия Лабрадор, государственная независимая комиссия, которая должна сделать и взять так называемые вырубки, то есть взять какая толщина асфальта, соответствует ли асфальт уплотнению, соответствует ли асфальт той марки, которая была в проекте, дальше толщина щебня, качество щебня, то же самое песок, толщина и качество песка, и если все проходит, то приступаем к второму слою, если же не проходит, тогда начинаем исправлять все то, в чем не проходит данный участок дороги, ну это маловероятно, что там что-то не пройдет, потому что чтобы потом не возвращаться, есть стройконтроль, который присутствует, и сегодня каждый подрядчик, он заинтересован в том, чтобы не допустить какую-то халатность, а зачастую это бывает и не по вине подрядчика, который строит, потому что щебень, скажем, идет одной марки по документам, а на самом деле другой, ни вы, ни я без лаборатории на глаз не определить, то же самое качество асфальта, какой идет асфальт, сколько должно быть песка в этом асфальте, сколько битума, сколько должно быть щебня, какой фракции должен быть этот щебень, при какой температуре он еще был уложен, потому что асфальт приходит, его температура должна быть от 160 до 170 градусов, он должен быть такой горячий, а дальше как сильную и плотную его укатали, потому что если ее плотную не укатать, то будет водонасыщение, то есть так называемый он будет пористый асфальт, где рано или поздно припадок при попадении влаги или еще чего-то он будет приходить в негодность, то есть там должна работа лаборатория и сегодня мы знаем, что начиная от земляных работ и до сдачи дорог это все делается подконтрольно для того, чтобы потом не переделывать, потому что если мы не принимаем работу, а мы ее принимаем только после лаборатории, то подрядчик ничего не получит, мы не платим деньги наперед, мы платим деньги после акта подписания выполненных работ. То есть приехала комиссия, все доставили и тогда только. Подписали акты, лаборатория приняла, объемы приняты, после этого подрядчик получает деньги, средства. Так что по Овечкину, по этому объекту можно сказать, что работа уже сделана на 80%, потому что второй слой асфальта это два дня работы. Вот первый слой это ушло полтора суток, второй слой это примерно еще уйдет, столько же. А когда второй слой поставят, приедет комиссия и она будет снова проверять? Да, конечно, каждую. Тут комиссия уже будет проверять, еще раз брать и уже будет брать сразу два слоя, не два слоя, а полностью весь пирог. То есть не только верхний слой, а весь пирог. Так что вот этот первый слой он попадает под лабораторию два раза, под замеры. Теперь у нас есть дорога, которая деревня Замятина. Сегодня там ведется разбивка и надеемся, что в ближайшее время туда уже зайдет техника для того, чтобы делать карету так называемые земляные работы. Это по Замятину. По Замятину тоже есть изменения и то, что было запланировано заранее, чуть-чуть изменили, мы согласовав направление и если у нас была запланирована дорога только до Замятина, то в данной ситуации и будет и по самой деревне. То есть сама деревня полностью тоже вошла в этот план. Получит эту на этот год. Ну и, конечно, у нас самая большая дорога, где сегодня ведутся работы, наверное, уже 40% в щебне, то есть это уже там, где сделана карета, где завезен песок, и где уже техника укатывает щебень. Это так называемая дорога Иванщево. Это конечный путь этой дороги. Но для того, чтобы попасть в эту деревню Иванщево, мы еще проезжаем Никольское, мы еще проезжаем Болотню, да, и частично мы на полпути, потому что в стороне, это Бровкино. Так что мы одним Иванщево еще закрываем два населенных пункта, и частично Бровь, что это получается у нас как бы три с половиной дороги, три с половиной населенных пункта, которые получат дорогу с твердым покрытием. Так что у нас на этот год их получается пять с половиной, и работы ведутся, и мы тоже знаем, что до конца сезона того, который позволяет строить дороги, укладывать асфальт, мы должны эти объекты закрыть. Виктор Анатольевич, это что касается плановых дорог, давайте мы сейчас немного прервемся, у нас есть телефонный звонок, и вернемся обратно к теме дорог. Давайте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Здравствуйте. У меня Валентина. По отчеству Валентина. Владимирна. Валентина Владимировна, слушаем вас. У меня к вам два вопроса. Ого, давайте попробуем. Первый по благоустройству второй микрорайон, 26-28 дома. Так. Оно было сдано, я чуть стенд не нашла. Нет, я вам хочу сказать, а благоустройство, которое идет в этом году, да? Да, да. Нет, Валентина, еще не один двор, у нас их в этом году 8 дворов, из 8 дворов, 6 дворов полностью асфальт, тротуары, бордюры, сейчас идет благоустройство в Гололобово, и последний двор у нас останется на тистильщиках, но для того, чтобы сдать двор, то в каждом дворе, а у вас там двор, второй микрорайон, он идет по другой программе, там еще должны быть и детские игровые площадки, и должно быть озеленение, и белевые веревки, и много чего другого. Нет, у вас только сделан асфальт, тротуары, и входные группы к подъездам, но все остальное это еще делается, и это еще не сделано, так что двор ваш не сдан. Виктор Анатолий, а вот тогда вопрос, а почему второй край бордюров не присыпать до него? Там пока яму, особо магазин, когда они делают новые тропы. Подсыпят, смотрите, у вас не только еще бордюры нужно подсыпать, у вас еще нужно и вывести все то, что когда снимали или старый асфальт, это тоже будет вывозиться мусор, будут подсыпаться бордюры, это когда будут подсыпать, это будет вместе с тем, когда будут делать и озеленение, и детские площадки. Пока они подсыпят, двор не сдадут. Теперь второй вопрос. А вот как можно долго отремонтировать ступеньку подъезда? Есть такие сроки или нет? Нам там надо просто сделать опалку и залить раствором. 18-й дом. А вы обращались куда-то? Да, в дом правый сходил в соседку, сказали, вы на очереди, но не скоро еще будет это дело. Так. Начальник в обществе. Какой дом? 18-й первый подъезд. Дом 18-й первый подъезд. Начальник был в обществе, а там не знаю, женщина какая-то, она сказала, дети очень много, и тут будет не скоро. Валентина Владимировна, завтра выясню, завтра выясню, и постараюсь сделать все, чтобы вам это отремонтировали быстро. Там можно, у нас такие ступеньки, все, весь раствор ушел, весь потреск за подсказку. За звонок. Всего доброго. Так, продолжим к теме дорог, Виктор Анатольевич. Знаете, мы видим, что много обращений в части ремонта дорог в целом в округе, и вот помимо основной программы есть ремонтные работы вне плана. Вот что такое вне плана, и как определяется что именно этот участок нужно отремонтировать, а не какой-то другой. Максим, это больная тема, да, и у меня, наверное, нету ни одного дня, а тем более нету ни одного приема, сколько я принимаю жителей, да, и принимаю в администрации, и принимаю как секретар местного отделения от Единой России, да, это, наверное, сегодня самая больная тема, которая только есть, это дороги, потому что, особенно, когда еще люди видят, что мы что-то делаем, когда еще видят дороги, те, которые, где мы подсыпаем щебень, где делаем незапланированные какие-то участки дорог, то возникает вопрос, что вот где-то же делают, а у нас не делают, и если мы будем молчать, то нам никогда не сделают, давайте соберемся всей деревне, давайте соберемся всем коллективом, коллективное письмо, и так дальше. Конечно же, люди, они правы, да, каждый человек хочет иметь удобство, чтобы в любую погоду к нему и подъехала скорая помощь, и чтобы в любую погоду он мог идти не в резиновых сапогах, а в кроссовках или в туфлях, это нормальные человеческие явления, но только, к сожалению, мы не можем это все сделать, да, потому что мы и так делаем, если брать дороги до деревень, это с 7-мильными шагами, но еще есть много тех участков, где есть дорога до деревни, но нету по деревне, или же есть по деревне, но только по центральной улице, а, скажем, в право-лево вот эти улицы нету, и люди этого хотят, да, но сделать мы, к сожалению, это не можем, но вопрос стоит, что и делаем, частично мы делаем, мы уже давно говорили про деревню Ивашково, да, это, наверное, самая отдаленная деревня, и до нее было 3 километра по бездорожью, это практически на границе уже с Рязани, мы один год сделали километр дороги, километр это много для нас, да, потому что, скажем, это без денег, это нету средств, это так, мы где-то песок, бизнесмены наши, я уже не один раз говорил, подарили нам щебень, где-то от благоустройства улиц, которые мы в городе работали, щебень остался где-то еще что-то, и таким хозспособом, с меру по нитке, да, где-то старый скол, только не крошку асфальтную, старый скол на низ, а сверху катаем крошками, по-разному это делаем, да, вот если брать того, в этом году мы еще сделали по самой деревне, в деревне Ивашковом, и таким образом три километра дорог мы сделали, дальше, сейчас, в данный момент делаем плотину, но мы думали, что мы зайдем только на плотину, а там плотина, и она, скажем, у нее высокие берега, для того, чтобы спуститься к плотине, и потом подняться от плотины, это бы довольно круто, то есть пришлось снимать и эти берега, бульдозеру, да, и получилось у нас, что где-то в пределах, наверное, 250-300 метров построить дорогу, то есть отсыпать песком, сделать карету, мимо земляных работ уложить трубу на самой плотине, потом засыпать щебнем, и это как раз есть деревня Илицыно, то есть у них вторая половина деревни, довольно-таки много участков, а там еще люди живут круглый год, и там еще живут и дети, да, и если брать с приоритетом вот эти дороги, почему им делаете, а нам не делаете, то, конечно же, вот этим хоспособом, так называемым, мы в первую очередь будем делать туда, где проживают люди, проживает круглый год, и где еще есть дети, вот как раз и Лисновоплотина вот эта, дальше, сейчас приступили, сделали карету, и на этой неделе начнем завозить песок и щебень, это 250 метров дороги вражного, там тоже и многодетная семья, и дальше у нас еще есть пенсионер, и участники СВО, то есть там как бы такой дорога, которая действительно имеет право быть, вот ее будем делать, дальше у нас в пределах 350 метров дороги это Секирина, но там и люди постоянно живут, там может быть нету детей, которые постоянно проживают, но эта дорога и эта улица скажем над крутым берегом, внизу протекает река или крутой овраг, и там действительно если пошел дождь, то если или заезжать или выезжать, то точно можно оказаться в этом овраге, потому что под уклоном эту машину здесь, там как раз безопасность, это будет третье участок, который примерно 300-350, ну и так очень много участков, где яму, где съезд, в общей сложности это где-то километр, полтора километра, которые именно вот такими небольшими кусками локальными, это не полностью дорога от начала до конца, а именно вот эти куски, ну а как они определяются, я уже сказал, что в первую очередь это дети постоянно проживания, круглогичные проживания и безопасность, вот эти три критерии, которые в первую очередь закрывают. Спасибо большое Виктор Анатольевич за ответ. У нас есть телефонный звонок, здравствуйте, представьтесь, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Как вас зовут? Виктор Анатольевич, меня зовут Вера Сергеевна. Вера Сергеевна? Да, меня зовут Вера Сергеевна. Так, слушаем вас, Вера Сергеевна. Виктор Анатольевич, вот у нас в 22-м году это, ну как называется, отмостку под домом делали. Три отмостки сделали, а вот между третьим и четвертым подъездом не сделали. это у нас в Комсомольской 38. Только хотел спросить, а то, Виктор Анатольевич, у нас сделали, как будто я по голосу вас узнал и знаю, в каком доме живете. Еще раз, какой, давайте точно, какой микрорайон и какой дом? Дом 38, улица Комсомольская. А, по Комсомольской, ага. Да. И вот этот вот участочек сказали, кончился у нас бетон, все. И чего теперь? Два года стоит, вот уже трава растет и что теперь? Навсегда бросили этот участочек. Скажите, а там, если нету отмостки, то там вода попадает в подъезд? Там вода идет под дом, конечно, под дом. Но она не в подъезд, а под дом идет. Вот она как бы между третьим подъездом и четвертым. Вот этой вот отмостки нету. Это все навсегда, что ли, оставили? Два года уже прошло. Вера Сергеевна, я, конечно, завтра выясню, выясню, но так, чтобы вам не было обидно, да, чтобы вам не было обидно, у нас сегодня есть и брать, 40% домов без отмостки. У вас кусочка нету, а у нас полно еще тех домов, где ее вообще нету, этой отмостки. Но я не говорю, что прям завтра делать, я просто говорю, когда-нибудь это сделайте хотя бы. Вера Сергеевна, я завтра посмотрим с управляющей компанией, есть ли у плана ХВИ, и когда мы сможем сделать эту отмостку. А с другой стороны, ведь обидно, как это так делали, этот кусочек оставили, вот так вот все эти дорогу, бросили полосины, сказали, все, у нас нету, и дальше пошли. Вера Сергеевна, спасибо вам большое за звонок, ваши контакты взяли, все в порядке будет. Виктор Анатольевич, переходим к следующей теме, вот уже на этой неделе в лагере Осетр открывается оздоровительная смена. Мы все знаем, что долгое время лагерь не работал, как на прием детей, это и ковид, потом СВО использовался как пункт временного проживания. И вот, наконец, такое легендарное место, наверное, для всей Московской области, можно так сказать. Вновь туда заедут дети, чтобы провести часть своих каникул. Виктор Анатольевич, поделитесь, пожалуйста, подробностями обновленного лагеря Осетр. С большим с удовольствием, когда еще тема очень приятная, да, и где, скажем, не касается уже вопрос и дорог, и отмосток, и канализации, и отопления всего, а если брать Осетр, то это та тема, где можно рассказывать с большим с удовольствием, улыбаясь и с радостью. Да, у нас если брать по Осетру, в этом году тоже юбилей, с момента того, как его построили, и у нас прошлый год, позапрошлый год, мы давно уже не слышали смеха детей и радости на этой территории, да, потому что, мы помним, у нас был ковид, мы были ограничены, ограничены с доступом, ограничены с количеством детей, ограничены в сменах детей, и прошлый год, мы знаем, что у нас он служил как ПВР, это пункт временного размещения, ну, беженцы были, да, и практически это, они были целый год, и после того, как освободили мы эти помещения, мы понимали, что без ремонта не обойтись, да, но мы еще не представляли, что это за ремонт, масштаб, до этого ремонта, да, и когда поехали к зампреду, к Коклюгиной, и стали говорить, что нам нужно какие-то денежные средства на то, чтобы сделать дезинфекцию и сделать какой-то косметический ремонт в помещениях, на что было принято до решения, Ирина Сандрова доложила губернатору, и было принято решение, так как у нас был ПВР, да, а это не только размещение, это еще для округа была и большая на русском, да, это нужно было и машины найти, и питание, и мы помним, когда приехали люди, что люди приехали даже не имея зубной щетки, то есть они приехали с обычным пакетиком, там, от магазина, от пятерочка, как сейчас помню, потому что это было в моих глазах, мы их встречали на вокзале, как мы, пришло эти два эшелона, как мы грузили людей в автобусы, насколько люди были напуганы, рассерены, с детьми, там не было мужчин, в основном это были мамы с детьми, и в основном это были пенсионеры, да, и мы понимали, что нужно сделать все для того, чтобы люди не почувствовали себя одинокими, чтобы люди не почувствовали себя брошенными, и то же самое, и все руководство, и, конечно же, люди, которые работали в лагере, это и Елена Сергеевна, Авдеева, директор лагеря, и повара, и все, весь обслуживающий персонал, который был в лагере, плюс мы добавили еще людей, ну и помним вот эту работу, что нужно в город, автобусов нету, в город отвезти, в город привезти, помочь людям с паспортами, помочь людям с пропиской, помочь решить проблемы, как позвонить домой, как это, это была тяжелая работа, и губернатор говорит, что за то, что вы, мы же принимали добровольно, да, то есть мы подняли руку, чтобы мы готовы принять, хоть бы понимали, что нагрузка будет, ну и благодарность, губернатор сказал, что никакого косметического ремонта за то, что вы свое время сделали, давайте заявку, сдавайте на капитальный ремонт, и теперь что сюда входит, сегодня входит капитально отремонтированные, это делается в две смены, то есть в два года, то есть то, что мы делаем в этом году, и вторая половина уйдет у нас на 25-й год, но я думаю, что мы приступим уже в 24-м, чтобы в 25-м году у нас было полноценных три смены, то есть не одна смена, а полноценных три, то есть сегодня сделаны подвальные помещения, в первую очередь, где будут храниться овощи, фрукты, так называемый погреб, второе помещение, это где стоит на улице, где стоят холодильные оборудования, холодильники, морозилки, дальше, есть место, где на улице так называемый мойка ног, полностью заменено все, сделано с нуля, поставлены краны, кровля, декоративные решетки, сделаны красивые, то есть отремонтировано, дальше у нас попал в эту первую очередь косметический ремонт самой столовой, то есть там, где у нас пищеблок, где готовится продукция, где хранится продукция, там было сделано еще все до этого, там просто все в отличном состоянии, а вот два зала, два зала, именно там, где принимали пищу, где проводили все мероприятия, потому что когда люди жили, то есть там был как клуб, иногда собирали там и фильм посмотреть, и пятый, десятый, то есть эти помещения, залы пользовались спросом, и им тоже нужно было делать косметический ремонт, сделано, дальше это помещение у нас попало полностью под замену кровли, под утепление фасада, и на сегодняшний день там фасад это старый советский кирпич, он будет полностью утеплен, и он будет облицован плиткой, но мы сейчас чуть-чуть не успеваем по утеплению столовой и облицовке плитки, мы знаем точно, что у нас как только закончится смена, смена, и дети уедут с лагеря, мы приступим дальше, это никак не влияет сегодня на прием детей, фасад, это влияет только на красоту уже, но не на удобство, но и основное, у нас на территории есть еще пять корпусов, где как раз размещаются дети, из пяти корпусов, два корпуса попали на, в первую очередь, в первую очередь, то есть, мы сегодня видим картинки, не картинки, а видим видео, это с тех помещений оставались только одни несущие стены, что снаружи, что внутри, вентиляция, сантехника, полы, кровля, покраска, туалеты, душевые, холл, коридор, входная группа, окна, это все практически новые, плюс снаружи, это утепление, довольно-таки хорошее утопление, и облицовка плитки, вот эту плитку, вот так у нас в этом году два корпуса сделанных, и в этом году вот так же после смены будет сделана сама столовая, да, то, что есть, тут хорошее утепление, это то, что касается этого года, а еще в корпусах не было горячей воды, теперь мы завели горячую воду, и в каждом корпусе теперь, так как лагерь летний, то была такая холодная вода, для того, чтобы почистить зубы, там умыться, да, но теперь у нас есть и горячая вода, и еще есть сделан там, где дети могут помыть перед сном ноги, и в самих корпусах, раньше этого не было, также есть женское отделение, и мужское отделение, то есть для мальчиков, и для девочек в этих корпусах, и конечно же у нас еще сделан большой навес, отремонтирован, который при входе в столовую, это полностью замененные панели, но кровля будет на нем тоже заменена, когда будем делать саму столовую, и вторая очередь у нас, это еще одно складское помещение, и вторая очередь у нас, это три основных корпуса, которые будут сделаны точно так же, как и сделаны первых два, и таким образом, пять новых корпусов мы получим, часть уже получили за этот год и за следующий год, и у нас не останется ни одного помещения, которое не было бы отремонтировано на территории лагеря, потому что у нас есть и помещение, где находится директор, то есть администрация, есть дом для проживания и обслуживания персонала, который есть тоже полностью отремонтирован, практически котельную новую мы построили тоже позапрошлый год, и там же также переложили все трассы, потому что там была трасса в двухтрубчатом исполнении, шли все снаружи, теперь у нас в четыре трубчатом исполнении, и снаружи ничего нету, и у нас попадает в следующую смену, мы еще перекладываем полностью и малую точку, всю там есть, и то, что идет под напряжением, и таким образом в следующую очередь, вместе с следующими корпусами, мы полностью демонтируем все те столбы и вот те пучки прода, которые идут по территории, это, конечно, не влияет на детей, но это уже влияет на внешний вид, это вы можете вспомнить, какая у нас была улица советская, когда провода шли, какая была улица музейная, никакие стояли вот эти сервис-столбы с кучей проводов, то ничего, сегодня этого нету, это совершенно другой вид. Мы надеемся, что будут эксплуатироваться это все очень аккуратно и грамотно, и этот лагерь прослужит еще и не только 50 лет, но и 150 лет. Ну вот в этом году у нас будет одна только смена, у нас полностью заняты все места, у нас заезжает около 100 детей и, скажем, дети и ребят из ВСО, потому что в этом году мы бесплатно делаем для детей, часть заезжает к нам, часть мы кого-то отправили на Черное море, дети своего, часть еще в другой лагерь отправили, но так как мы запускаем три корпуса с пяти, если бы мы открыли пять корпусов, они были бы полные, если бы было у нас 10 корпусов, то бы все 10 были бы полные, потому что желающих намного-намного больше, чем у нас есть место. Да, на самом деле очень приятно, что такое, наверное, культовое место для многих уже, то есть, не забыто и развивается, собственно говоря. Виктор Анатольевич, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, меня зовут Лидия Пилипповна. Витя Петрович, к вам я же второй раз вам заказываю. Сделайте, пожалуйста, в нашем доме в топливе подъездах не меняют уже 10 лет. Когда будете их менять? Скажите, Лидия Пилипповна, добрый вечер, они у вас, эти стекла, разбитые? Да не разбитые, они уже старые, везде уже поменяли, у нас одни стоят, как у телевочков. Не, вы тогда, наверное, имеете в виду не стекла, а окна? Окна в этой подъезде, да. ну, понятно. Потому что стекла, они как бы не стареют. Окна... Виктор Анатольевич, да. Виктор Анатольевич, еще к вам просьбу, у нас третий, четвертый подъезд, период всех рушится, кирпичи все падают, когда будет ремонтник, а? Лидия Пилипповна, если вы мне скажете адрес, где вы проживаете, то я попытаюсь ответить вам. Давай, первый микрорайон, дом 3, квартира 39 у меня. Так, первый микрорайон. Дом 3. дом 3. А теперь давайте поподробнее. Кроме окон, что у вас там еще? подъезд третий, четвертый, у нас лучше соперил, вот это степично, уже падают они. Так, Лидия Пилипповна, значит, смотрите, по поводу окон, я не готов сказать, потому что это есть программа, сегодня окна меняются вместе с тем, когда мы капитально ремонтируем подъезд. Я поняла, пора что делать и ремонт так? Вот я не готов сказать, попал вас подъезд на следующий год или не попал. А вот то, что касается ступенек, перил, перил, то вот здесь, конечно, если они у вас рушатся, и если там невозможно подняться или опуститься, то это мы делаем уже без очереди и не в планово. я обязательно завтра, послезавтра пошлю специалистов, которые посмотрят... Я буду дома, я буду вас ждать. Появитесь ко мне, пожалуйста. Тогда оставляйте номер телефона. Давайте. Номер записали, номер записали, Лидия Филипповна, номер записали. Номер есть, Лидия Филипповна, все в порядке. Спасибо вам большое за звонок. Виктор Анатольевич, переходим, наверное, к такой теме, которая для многих очень отзывается, это тема СВО. Она с нами идет неразрывно, к сожалению. Недавно вы снова в очередной раз отвозили гуманитарную помощь. Расскажите, пожалуйста, как вас встретили ребята, что говорят, какие у них там настроения? Знаете, что первый, что там 15 раз примерно оно все одно и то же. То есть, скажем, худшие, лучшее настроение нет, всегда веселые, всегда бодрые, всегда счастливые и радые видеть, если кто-то приезжает, потому что давайте мы когда едем, мы, во-первых, едем не с пустыми руками, и даже то, что мы везем, это нельзя назвать, что это подарки, мы везем то, что это необходимо просто, без чего сегодня, конечно, можно обойтись, мы с вами тоже можем обойтись, спать не на подушке, а спать на земле, можем, можем, но все-таки мы с вами спим на подушке, да, и скажем, друг друга, вот только вопрос другой, что есть, можно чего-то обойтись без каких-то удобств, подушка это удобство, а можем ли мы обойтись без рэпа, или же без дрона, или же без ночных приборов, это уже есть необходимость, потому что как раз вот это, то, что помогает и сети, и свечи, и все, что увезем, это сегодня помогает спасти жизнь людям, да, это, никакие-то громкие слова, это реально, и те машины, которые мы сегодня везем туда, мы их отвезли уже более 20 машин, более 20 машин, они точно работают на износ, многих машин, которые мы туда уже отвезли, их уже нету, да, потому что некоторые физически не выдержали, ну и есть те машины, и не одна уже, которые просто сгорели, их просто сожгли, эти машины, сожгли, попадая там или дроном, или еще чем-то в эти машины, так что эти машины, они сегодня служат, если едут, то в две стороны, в одну сторону везут боеприпасы и воду, в другую сторону они вывозят людей, людей разных вывозят из самых-самых передовик, так что эти машины это не для снабжения и не для того, чтобы кататься по городу, они работают далеко в глубине за красной линией, нужно это или не нужно, конечно же нужно, но настроение всех радостное, люди, когда встречают, то во-первых, они рады увидеть своих, потому что как правило мы начинаем закрываем те заявки, которые ребята ушли из Зарайска, я уже много раз это говорил, что понятно, что если взводили вроде один человек, то мы везем на всех, не на одного, но даже и другие, не зная нас, которые мы приезжаем, им рады, что к ним кто-то приехал, это как к детям приходят на Новый год Дед Мороз и привозят какие-то подарки, во-вторых, они чувствуют, что они не одни, что ты вместе с ними, ну и в-третьих, конечно, они рады тому, что мы привезли, потому что то, что мы привезли, это необходимость, так что сказать, чему они больше рады, не готовы этому сказать, но по их лицам не видно, скажем, каких-то панических настроений, по их лицам, по разговорам не видно, что они там находятся в каком-то заперти, то есть ребята рвутся, знаете, ну молодцы, на 5 с плюсом, настроение на 5 с плюсом у ребят, даже если оно у них какое-то есть, то может быть это внутри себя и то неприлюдно, но не показывают, да, находится, там не мед, там это точно, особенно последних там 7 месяцев, когда практически мы, если брать еще там полтора года назад, то штурмовики мы практически их не слышали, да, а сейчас мы говорим штурма, штурма, просто народе, это как раз те, которые действительно сегодня пытаются не защищаться, а пошли в наступление. Виктор Анатольевич, вот продолжая эту тему, знаете, в соцсетях нередко можно увидеть такие сообщения, то, что ваши поездки это как сказать, пиар, ну вот очередной пиар, знаете, вот так говорят, и вот хотелось бы у вас конкретно поинтересоваться, как вы смотрите на такие сообщения? Что вы чувствуете, когда вы читаете такие сообщения? В первые разы не находилось слов, а потом, когда начинаешь анализировать, кто это говорит, кто это пишет, да, так я вам скажу, что человек, который не хочет работать, он начинает искать причину, чтобы такое придумать, чтобы не сделать, да, вот эти люди это тоже самое, потому что когда начинаешь анализировать, а потом начинаешь кого-то спрашивать, я же не один езжу, да, у нас с города много людей ездит, то есть тех, кто собирает помощь, тех, кто возит на передовую сегодня, да, и когда начинаешь спрашивать, а знаете ли вы этих людей, да нет, никто их не знает, а когда к ним обратиться, что нужно помочь, что нужно помочь, что нужно там то или другое, конечно, кто рублем, кто еще чем-то, то начинается как раз в ответ, что вы туда есть, что вам лишь бы пропиариться, пиарьтесь вы, любой желающий, пиарьтесь, мы будем очень рады, если у вас есть возможность показать и ваш пиарь, мы только будем рады, нет, я как бы на это, конечно, больно, каждый раз больно, знаете, каждый раз больно, так же, как больно, что когда говорят, что к нам не может подъехать скорая, а у вас нету сердца, у вас нету души, что вам плевать, как живут люди, что и так далее, это всегда больно слышать, но с другой стороны ты понимаешь что совесть чиста, что все, что возможно и более, чем возможно, да, потому что все два четыреца и субботы и воскресенья, и если там кто-то говорит, что вы строите хоромы, люди на одной стороне, а вы на другой стороне, уже начинают черстветь, это, наверное, может быть и плохо, да, потому что еще два года назад это доводило до давления, доводило до каких-то успокоительных, то может быть, к сожалению, что начинаешь черстветь, конечно, это невозможно зачерстветь и невозможно на это, но уже, когда тебе говорят, что нету души или тепиариса, то уже переживаешь, но уже не так переживаешь, потому что человек, наверное, всему начинает почему где-то привыкать, да, и это то же самое и с этим пиаром, но я бы хотел сказать, что огромное-огромное спасибо сегодня тем людям, тем людям, которые сегодня не считают, что они пиаруют, мы сегодня, скажем, вывесили людей, заслуженные люди городского округа, на доску почета, да, и я могу сказать, что там сегодня большое количество людей, именно тех, кто занимается сбором с первого дня, который отдает все свое последнее, который участвует, если не в прямом смысле туда поехать, да, то точно участвует в сборе этой гуманитарной помощи, они там, они сейчас на доске тоже пиарятся? Нет, они не пиарятся, они просто работают, да, и называть работу пиаром, я не хочу даже называть этих людей, как их назвать, это те люди, которые просто сами не хотят помочь ничем, не уложив ни одной копейки, а находят причину, как оправдаться, вот эти люди и пишут про пиар. Спасибо большое, Виктор Анатольевич, за ваше мнение, за вашу позицию по этому вопросу, у нас есть телефонный звонок, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте, здравствуйте, да, добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, я с Виктором Анатольевичем говорю? Да, да, это, Денина Михайловна, деревня Иванчиково, я по поводу газа, в прошлом году, в прошлом году, в бухгалстопрании в деревне, нас познакомили с спецификацией, сказали, что в 2024 году начнут проводить газ, подскажите, пожалуйста, жителям деревни ждать газ? Денина Михайловна, значит, смотрите, если у вас есть возможность посмотреть наш ВКС, то есть наше совещание, которое у нас было во вторник, то есть вчера, да, и мы как раз на это совещание, оно есть в Ютубе, оно есть в Ютубе, и на это совещание мы приглашали МОЗ «Облгаз», который отвечает как раз за газофикацию, и она рассказала про каждый населенный пункт, где будет газ, где приступили, и было сказано, что ни один населенный пункт не будет опоздания по тем обещаниям и по тому графику, который у них есть на сайте. Могу сказать, что ваш населенный пункт точно попадает, и не волнуйтесь, у вас будет газ. А можно так сказать, в каком году, если у вас в планах на 24-й год, то в 24-м году к вам начнут тянуть в деревню газ. И еще, Виктор Анатольевич, большое вам спасибо за прямой эфир, и большое спасибо за тропинку, которая идет вдоль реки Осетр. Мы живем в деревне, и случайно пошли, прошли очень хорошо, молодцы, большое спасибо. Это спасибо всей команде, спасибо нашему губернатору, тропинку, я так понимаю, называете это благоустройство нашей набережной, это деревянный носил. И вообще город не обращается. Хорошая тропинка, я понимаю. Знаешь, Михаил, спасибо вам большое. Спасибо за теплые слова. Спасибо большое. Ну что, переходим, так вот радостно, мы переходим к такой тоже хорошей теме, Зарайску в этом году 878 лет. И вот, как уже сказали, то, что да, Зарайск с каждым годом, он как будто бы не взрослеет, не стареет, а только молодеет и преображается. Вот впервые наш город стал площадкой для такого масштабного события, как фестиваль Достоевский. У нас есть видеоролик, давайте его посмотрим, это пятиминутный ролик, уважаемые телезрители, внимание на экран. КОНЕЦ 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 Виктор Анатольевич, правда, как было отмечено уже, как будто бы не в Зарайске, масштаб колоссальный. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про этот фестиваль, вообще, свои эмоции, может быть, удалось ли вам посетить его не как главе городского округа, а просто как посетителю, насладиться хотя бы минут 10, просто посмотреть на то, что происходит на этом фестивале? Ну, давайте, как это родилось, самый главный смысл этого фестиваля, почему фестиваль, почему были затрачены денежные средства, почему именно в Зарайске, это, наверное, мы с вами видим картинку красивую, да, но мы не видим стержень этой картинки. Сейчас я попытаюсь объяснить, что и почему. Ну, то, что фестиваль Достоевского в Зарайске, мы все понимаем, почему. Да, дыровое. Если бы у нас на территории не было Достоевского, Фёдора Михайловича, то, наверное, был бы какой-то другой фестиваль. Но так как у нас есть Фёдор Михайлович, значит, будет фестиваль Достоевского. Значит, все два дня людей было очень много. Людей было более 25 тысяч, которые посетили. Это не одновременно 25 тысяч на каком-то мероприятии, а это вот протяженность людей, которые в субботу, начиная с утра, которые приезжали, уезжали, и в воскресенье. Ну, можно даже сказать, что и в пятницу вечером ещё начали люди заезжать. Ну, как пример, вот сыроварня, значит, которая у Николая, когда мы в воскресенье утром на второй день с ним говорили, а он находится буквально на площади там, и говорили, как у тебя вчера пришёл день, то он говорит, что ту свадьбу, которую можно сыграть за пять дней, мы её вчера сыграли за полдня. Это прямо передаём слово в слово. Что всё, что было, всё, что было, не хватило до конца рабочего дня. То есть все запасы, которые могли были, всё было продано. И это не только у него, а всего у нашего бизнеса, который занимался, кто кормил, кто поил, кто продавал, там какие-то сувенирчики и так далее. Для них это был аншлаг. То есть бизнес, это точно от этого получил выгоду, это однозначно. Получили ли выгоду от этого наши жители? Хочу сказать, что очень много людей, наших, зарайских, которых потом в соцсетях писали отзывы, что спасибо, но, конечно, были и проблемы. были проблемы с тем, что у нас из двух дней одно мероприятие, которое было в Кремле, оно было платное, и это была символическая цена, только для того, чтобы туда не попал кто угодно, кто может сорвать это мероприятие, и кто-то сможет, знаете, ну давайте так честно, кто сможет прийти там со спиртными напитками, чтобы были люди, кто-то захочет пошуметь, кто-то еще чего-то, потому что есть мероприятие, я пошел. А вот когда это уже мероприятие 700 рублей, то люди туда уже идут осознанно, потому что они понимают, куда они идут, на что они идут, и скажу, что я, честно, сам по-другому даже все представлял, да, я думаю, что это будет что-то такое веселое, где можно будет, скажем, расслабиться, но это как раз было то, где бедная семья, в условиях влюбленных, жили рядом, могли смотреть друг другу в окно, и каждый день писали друг другу письма. Один пишет сегодня, читается письмо, что там дорогой такой-то, такой-то. На второй день он отвечает, дорогая такая-то, такая-то. Такая драма. То есть, да, это, конечно, не было концерта или еще чего-то. То есть, люди, которые читали Достоевского, это все по песне, Достоевского. То есть, понятно, что когда покупали билеты, они знали, на что они идут. На что они идут. И как раз, чтобы не было свободного доступа. Но тех, кто понимает, куда он идет, и тех, кто готов был заплатить денежные средства и целенаправленно прийти и увидеть, этих людей тоже оказалось очень много. И если у нас билетов было 600 человек, по билетам, ну, наверное, желающих было точно в 2-3 раза больше. И вот столкнулись с тем, что люди начали говорить, вот, кому-то продали, а мы что, не люди, а почему вот так можно, а так нельзя. и, скажем, пришлось принимать там разные решения для того, чтобы как-то успокоить, и чтобы людей не остался негатив. Но если брать по этому сюжету, у нас еще была и очень умная подсказка. В соцсетях мы на второй день это обсуждали с Министерством культуры, потому что все это мероприятие контролировало, сопровождало от начала до конца это Министерство культуры Московской области. И была очень умная подсказка, что если вы не хотите, чтобы кто-то попал туда внутрь и смог каким-то образом там помешать или сорвать вот это мероприятие, почему бы не выставить мониторы снаружи. Экраны, что ли. Да. Можно было найти места, где люди могли или присесть на скамейке, или стояк. Да, трансляция. Вообще замечательная. Смотреть не вживую на сцену, а смотреть снаружи Кремля. И это, скажем, мы точно взяли на вооружение, потому что этот фестиваль проходил впервые. Вот я не знаю, кто это написал мне, но могу сказать, что этот человек большой молодец и с хорошей подсказкой. Потому что этот фестиваль он у нас будет проходить и в следующий год, обещает. Да. И это только начало. И вот для того, чтобы смогли посмотреть это все, все, да, ну, может быть, кто-то у экрана, а кто-то там. Может быть, на следующий год увеличим какое-то количество мест, если это позволит сама территория. Потому что это не стоячие места, это места, где продавали билеты, это сидячие места. То есть, как бы, это были построены трибуны, это не просто так была одна сцена, а это еще были и трибуны для того, чтобы люди могли присесть внутри. То есть, это с затратами, это все. это как бы одно. Брать по всем тем мероприятиям, то они были как для детей, и так же, как и для взрослых. Потому что то мероприятие, которое было в завершении, где у нас, которое было в Кремле, а мы знаем, что туда, во-первых, были и довольно-таки серьезные артисты, это и Евгений Миронов, это Юрий Башмет, это и Юлия Хлынычева, по-моему. Это довольно-таки знаменитые артисты, да, и они нашли время для того, чтобы приехать в наш город и, скажем, сделать то, что они сегодня сделают. Дарить людям праздник. Да. А теперь смотрите, если брать то, что я говорил, Сержень, мы очень много денежных средств потратили на благоустройство территории. Да, и мы занимаемся благоустройством уже на протяжении шести лет. И еще будем заниматься благоустройством на протяжении шести лет. И это эти денежные средства, которые вложены в это благоустройство, они уложены с целью, чтобы это было и удобно, и удобно, но в то же время должна и работать экономика. Должны получать какие-то денежные средства. А вот эти денежные средства, мы их должны откуда получать? Это если будет бизнес. А теперь дальше. Смотрите, если брать всю старую часть города, всей старой части города, это практически все наши дома муниципальные. И все эти дома, они у нас или под охраной государства, то есть объекты культуры наследия федерального значения, или же дома тоже под охраной регионального значения. То есть эти дома мы не имеем права сносить. Мы имеем право их или восстанавливать, или ремонтировать, но не сносить. Восстанавливать, ремонтировать в тех же размерах, в том же облике, под те фотографии, которые были у нас, потому что все эти дома, они практически это 19-е, начало 20-го века. Чтобы все сохранилось. Да. И стоит вопрос, мы с вами или строим улицу, потом появляется бизнес, и бизнес восстанавливает не за наши деньги, не за государственные деньги, а вкладывает свои инвестиции, сами ремонтируют эти дома, так, как мы им солосовываем, сами их содержат, но эти дома, они будут все нежилые. Это каждый дом, это будет или гостиница, или мастерская, или там еще какая-то перукарня, или косметический салон. Что-то, что приносит. Это тот бизнес будет считать, там делать то, что он считает, что он от туриста получит какую-то прибыль. А это значит, что люди приедут отремонтируют эти дома, и вместо вот этих развалюх, которые у нас сегодня есть, у нас получатся красивые дома. Плюс эти дома будут дальше содержать уже не государство, а будет содержать сам бизнес. И плюс этот каждый дом, пускай там будет два, три, может быть, пять человек, которых будут там работать, и которые будут оставлять налоги, налоги, то есть это и налоги, это и рабочие места. И теперь смотрите, мы с вами практически завершили благоустройство этой улицы, мы знаем, что очень много домов, это уже около 13 домов, в которых уже появились инвесторы. Так, чтобы было понятно, уже 500 миллионов рублей это уже уложены, потому что эти деньги были уложены на выкуп, а дальше эти дома, они сегодня для того, чтобы человек, который приобретет дом, человек не фанат, наверное, этого не сделает, да, это люди, которые понимают, что такое туризм, и понимают, для этого дома, потому что там связать вложения денежных средств и связать их с экономикой, когда это окупится, и когда вернутся это денежные средства, это не так быстро, это нужно быть фанатом вот этого своего дела. Вот как раз вот эти люди сегодня и вкладывают денежные средства, они уже вложили, но еще раз хочу сказать, что все дома это или объект культурного значения, федерального значения или оригинального, и я сегодня приобретаю этот дом, и для того, чтобы мне зайти на стройку этого дома, мне нужно как минимум еще полтора года делать проект и проходить все согласования, а это и архитектурный облик, а это если, дай бог, я там собираюсь что-то копать, то не имею права пока мы не вызовем наших археологов, которые раскопают все, выберут земли, эта процедура очень длинная. То есть, помимо того, что они еще вкладывают, они должны еще согласовать все свои вот эти вложения. Да, и еще вложение денег идет в археологию, потому что бесплатно никто не копает, проекты бесплатно никто не делает, и как раз вот эти деньги, которые я назвал сегодня, эти 500 миллионов рублей, это уже уложено, но мы через два года мы точно увидим результат. У нас сегодня, если брать уже, скажем, по улице Красноармейская, которая была первая, помните разрушенные у башни разрушенные пожарные депо? Вы можете уже не помнить. Сегодня там уже гостиница, гостиница по-моему 7 или 8 номеров, которые уже работают, дальше на кругу сейчас появляется голубенький... Это гидроктир вот этот... это будет то ли калачная, то ли бублики, ну, там дом отреставрирован, там, где на улице выходит такой маленький с бревн здания, где была лавочка, вот эта лавочка тоже будет восстановлена, и дальше Екатериновский так называемый дом, если мы сейчас вспомним, еще 4 года назад, это было сожженное здание, с черными обгоревшими углями на этом кругу, мы его продали, это здание, и получили деньги, средства. Сегодня там будет очень хорошая, шикарная гостиница, сегодня археологи уже сделали последнюю работу, и мы уже увидим в ближайшие две недели, что люди приступят к строительству этой гостиницы. еще раз повторюсь, это будет сделано по фотографиям, и все фасады, все окна, все, что было, это будет ровно так, как это было назад. Дальше у нас трехэтажное здание, в котором люди вышли, крыша падает, стекла падают, это пересечение Карла Марса, улица Ленинская, сегодня старое бревно снято, снято до сокольного этажа, и к концу года там будет возведен такой же дом, в таких же размерах. Дальше здание, которое сегодня разрушилось, и мы боялись пройти это пересечение Карла Марса и улицы Советские, угловое, напротив почты, сегодня тоже люди приступили к работе. Сегодня идет проектирование так называемого нашего ТИЦ, это площадь революции, одноэтажное здание, улица Первомайская, и начинаются торговые ряды, в сторону Вечного огня. Самое первое здание, сегодня заказан проект, оно полностью попадает под реставрацию, и я могу, Романовская школа, дом по Комсомольской, который сегодня делается, это то, что мы уже видим. Дальше у нас знаем нашу фабрику Перопух, большое здание, да? Да, сегодня уже полностью идет проектирование, и мы к концу следующего года вместо вот этого здания, мы в этих же размерах, в этом же стиле, это будет гостиница, 4-5 звезд, не знаем, как это получится еще, дальше подержинки напротив этого же здания, здания, которые прямо напротив этого здания, то есть оно сегодня снесено, разрушенное здание, да, и к концу года мы увидим, что, наверное, может быть, уже успеем уйти под крышу этого здания, также у нас подержинки перед Перопухом, который находится ближе к нам, к администрации Клинина, вот этих два разрушенных здания, но это здание вообще объекты культурного наследия, там очень долго будет и согласований, но это они, эти два здания попадут в комплекс гостиницы, но это будет не гостиница, это что-то будет, то ли какой-то мастерской, то ли чего, но это будет на территории гостиницы, это, скажем, те вложения, которые сегодня есть, у нас дом, который находится автовокзал, туалет, который на автовокзале, и с левой стороны кусты, там два дома в этих кустах, там тоже приступают к реставрации, и в этом году их уже реставрируют, мы просто сегодня этого ничего не видим, но мы знаем то, что сколько у нас есть вложений, это не считая частного сектора, это только те, кто купили вот наши эти муниципальные здания, дальше, вот этот фестиваль был сделан для того, чтобы на фестиваль люди приехали с Санкт-Петербурга, с Тулы, с Воронежа, с Рязани, с кем я только не знаю, география людей очень большая, и люди, которые приехали, они говорят, мы первый раз слышим слово Зарайск, мы и знать не знали, что есть такой город, что есть такой старинный город, что есть такой город с огромной историей, с такой красотой, как у них есть, и как раз вот этот фестиваль, он нам дал узнаваемость нашего города, и могу сказать, что после фестиваля у меня уже было три инвестора, которые приехали для того, чтобы подобрать себе дом под реставрацию, они знают, с какими трудностями они столкнутся, они знают, какие у них будут проблемы, но и то же время они знают, что такое туризм, что такое культура и так далее, тем более они знают, что теперь еще у нас этот фестиваль Достоевскую, надеемся, что он будет проходить каждый год. Вот этот фестиваль, он и был как бы сделан не столько для того, чтобы посмотреть на фигуры или посмотреть на концерт, а как раз он и был сделан, чтобы узнать, а у нас таких домов, таких домов, смотрите, у нас мы сегодня только должны еще, не считая то, что осталось в старой части города, еще должны переселить 35 домов, которые признаны аварийными. Вот представьте, что мы их переселяем, потому что там нету ни канализации, никаких удобств, потолки ручатся, кровля падает и так далее. Или нам вкладывать какие-то огромные деньги, ну сколько бы мы их не ремонтировали, мы все равно их не отремонтируем. А дальше нам еще придется их содержать. И люди будут жить и дальше будут жить в этих неудобствах-то. Сегодня люди получат денежные средства или получат новую квартиру, мы получим старые здания, которые должны будем что-то с ним делать, и у нас мы не найдем столько денежных средств, чтобы их восстановить. А восстановим потом, что с этими зданиями делать? Потом же их нужно еще содержать, и вместо того, чтобы получить с них какой-то рубль прибыли, мы будем только вкладывать денежные средства. А так мы получим и рабочие места, и получим налоги, и получим отремонтированные красивые здания и сооружения. Вот это как бы и есть конечная цель вот этого фестиваля. То есть у него есть очень огромный стержень. То есть мы увидели с вами только маковку, но мы не увидели ствол вместе с корнем. Знаете, Виктор Анатольевич, планы максимально грандиозные. Мы желаем успехов и удачи в этом направлении, чтобы Зарайск только развивался и двигался вперед. Но вот впереди у нас есть еще не менее важный праздник, не менее важное событие, как мы уже сказали. Это День города. Виктор Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как это событие будет проходить? Ну, День города у нас, вы знаете, что всегда он проходит празднично. Мы в этом году не отклонились от тех чисел, которые должен быть День города. Вы знаете, что у нас мы всегда приурочим День города с праздником Николы Чувотворца, Николы Зарайского. И этот праздник, он каждый год всегда 11 числа. И если же попадая так, что 11 число это вторник или среда, то понятно, что День города будет там 15 или 16. Ну, то есть в этом году у нас Николы праздник попадает 11 число, это будет воскресенье. И прямо как положено. И чисто в этом году у нас мы будем праздновать и 10 и 11 числа, то есть и субботу и воскресенье. Ну, я сейчас не буду называть время, да, потому что это есть в соцсетях, это есть на сайте, где есть расписание, мероприятий очень много. Да, что вы видите афишу, собственно говоря. что я не просто могу ошибиться по времени. Могу сказать по основным, ну, с утра это будет спортивная эстафета, традиционно посвященная Виктору Леону, дважды герою нашему, потом будет эстафета еще забега, потом будут проходить мероприятия в парках, мероприятия будут проходить на улице. Если брать по главному, у нас будет шествие, это в 17.30, правильно я сказал? В 17. В 17. Часов это построение начинаем мы от вечного огня, это будут все коллективы, кто пожелает, это могут быть и рабочие коллективы, да, и наши депутаты, и администрация, дети, школы, сады, ну, все, все желающие, это, конечно же, с нашими красивыми мажоретками, без которых мы не обходимся каждый год, и мы пойдем в победу, то есть по городу, с влагами, будет боевое братство наше, Единая Россия, и так далее. Любой, кто захочет принять участие, может принять, кто не хочет, скажем, идти в этой колонии, то может полюбоваться просто на обочине, в окно, с машиной, не знаю, по-разному. Просто усладиться. Да, на это время может быть какое-то неудобство, потому что мы улицу Советскую перекроем, перекроем ее ненадолго, как только отшествие пройдет, движение возобновится, и все строит на свои места. Мы заходим в парк, в парке будет, ну, как положено сначала, приветственные, торжественные, дальше будет концертная программа, и в конце будет лазерное шоу. То есть это лазерное шоу, оно будет в субботу? Да. Это, я так понимаю, это вместо салюта? Можно так сказать, что это будет вместо салюта? Вы знаете, что мы уже салют не проводим третий год. Почему? Потому что у нас всех, что салют это на день победы. Нам еще до дня победы надо дожить, до сегодняшней победы, да, а все эти денежные средства, которые мы сэкономим на салюте, лучше их отправить в СВО, и ребята там сделают свой салют. Сделают не хуже, чем мы с вами. Так что салюта не будет только по этой причине. И надеюсь, что он когда-то будет и будет довольно-довольно хороший. Это как бы суббота. Ну и воскресенье у нас наверное впервые это будет такая большая площадка у Ледового. Там будет много разных мероприятий. Все это начинается в 10 утра. В 10 утра и могу сказать, что а, извините, начнется не с этого. 11 число праздник Николы Чудотворца. Вот с этого у нас все начнется. У нас в 7 утра от Белого колодца от Белого колодца крестным ходом мы пойдем до Кремля. Пойдем по набережной. То есть мы не будем выходить на улицу, а пойдем вдоль реки и пойдем до набережной. Значит, еще будет один крестный ход, где по реке сверху будет спускаться икона на плотах. Мы должны будем объединиться у лодочной станции, у плотины и дальше уже объединившись двумя колоннами мы поднимаемся по улице Музейной в Кремль. В этот день у нас будет служить в Кремле митрополит Павел приедет к нам на службу. Так что, скажем, это будет такое еще мероприятие довольно-таки и красивое, и грандиозное в плане религии. То есть праздник должен быть праздником. Вот это будет религиозный праздник с утра. Потом в 10 утра начинается частично все у Беспятовской рощи и, скажем, большая площадка и традиционно, конечно же, будет у нас будут лошади. Это, насколько я понимаю, будет 6 видов соревнований. Это галюр, рейс, галоп и конкур тоже там, не знаю, сколько конкур будет, высота там 60 или 80 или метр 20. Я в эти подробности еще не вникал. То есть знаю точно, что 5 или 6 номинаций где будут соревноваться за первые места. То есть 5 или 6 мест первых будет. Это то, что у нас будет 11 числа. Программа очень насыщенная. Я надеюсь, что наши жители и те, кто приедет нам город тоже получат удовольствие. Мы тоже на это надеемся. Ну что ж, уважаемые телезрители, на этом прямой эфир подошел к своему завершению. Виктор Анатольевич, у вас есть что добавить по окончанию нашего прямого эфира? Есть, конечно. У нас в городе день рождения. Это 878 лет. Я хотел бы всех поздравить с днем рождения нашего города. Хочу сказать, что с каждым годом наш город становится лучше. У нас даже судя по сегодняшнему эфиру мы говорили не только то, что есть и те проблемы, которые есть, а и рассказывали про те планы, которые нас ждут в будущем. Хочу пожелать каждому из нас, чтобы эти планы сбились, чтобы это были не только разговоры, а чтобы мы с вами действительно увидели и старую часть города, совершенно другую, и все, что есть внутри города, и те отмостки, и те подъезды, и те кровли, и те фасады. Хочу пожелать, чтобы каждый из нас мог гордиться тем, что он проживает в городском округе Зарайск. и, конечно же, хочу всем пожелать крепкого-крепкого здоровья, хороших выходных и мирного неба над головой. Ну, а мы присоединяемся к словам Виктора Анатольевича. Это был прямой эфир с главой городского округа Зарайск. Всего вам доброго и до свидания. Продолжение следует...